Можно? Здравствуйте. Я прохожу диспансеризацию, у меня терапевт, направил главную сдачу крови. Рютовченко Елена Чекашкина проходит диспансеризацию впервые. Хочет здоровье проверить и возможность серьезных болезней исключить. Пройти осмотр главных врачей решила не только для себя, но и ради двоих малышей. Вообще я не ожидала, все прошло очень быстро. В течение дня можно пройти всех нужных специалистов. Как и Елена, диспансеризацию в этом году могут пройти рютовчане, чьи возраст от 21 года до 90 лет. При этом он должен быть кратен трем, например, 27, 33, 66 и так далее. Те, кто по возрасту не подходит, приглашают на профилактический осмотр. И все это абсолютно бесплатно. Для прохождения диспансеризации пациенту необходимо обратиться в регистратуру. За получением направления в доврачебный кабинет, то есть к терапевту, при себе необходимо иметь паспорт и полис. И после этого уже пациент может оформлять маршрутную карту и заполнять анкету о состоянии своего здоровья. Обследование проходит в два этапа. Первый – это анализ крови на глюкозу и холестерин, флюорография и электрокардиограмма. Остальные исследования зависят от возраста пациента. Женщинам за 39 лет обязательно нужно сделать момографию. Каждый день я описываю более 50 снимков, а то и 100 бывает, именно флюорографии. Это очень важно для населения, потому что это как раз первый этап, на котором выявляются тяжелые заболевания. Если врач выявит серьезные заболевания, для пациента начнется второй этап диспансеризации. Здесь нужно будет получить консультацию узкопрофильного специалиста и сдать дополнительные анализы. Те обследования, которые приходятся на второй этап диспансеризации, они в основном задействованы наш диагностический центр на Ленина-2. Там колоноскопия, осмотр сосудов шеи, вот это уже спирометрия, это на базе нашей больницы. Только в прошлом году диспансеризацию в Реутове прошли больше 17 тысяч человек. В этом планируют планку увеличить и ждут риутовчан в обеих поликлиниках в дни диспансеризации.